Да, конечно, осторожно, в перчатках. Все, также мы берем спиртовой платный компон, обрабатываем место инъекции и вкалываем. Работать с вакциной от сибирской язвы приходится очень осторожно. В ее составе штамм этого вируса. Как утверждают ветврачи, доза в 5 миллиграммов абсолютно безвредна для скота. Процедура занимает всего несколько минут. Самое сложное – зафиксировать животных. Все, фиксируйте, пожалуйста. А как фиксировать? Методом повала. Ух ты, а как ее поможешь? Диан, ванночку в этот, в карман. Вам помочь? Один укол, и у животного вырабатывается стойкий иммунитет к такому серьезному заболеванию, как сибирская язва. Работать ветеринаром приходится быстро, а сегодня в их плане сразу два села – Привольное и Придорожное. А в графике весь Тамбовский район, где на частных подворьях содержится несколько тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота. На всю кампанию по вакцинации у специалистов всего несколько дней. Бывает в зависимости от села, допустим, там Красное, Корфово, как бы там мало жителей, соответственно, меньше животных. Такое село, как Новоалександровка, в ней достаточно много скота и крупного, и молодняка, и мелкого рогатого скота. Порой два дня. Если на одном подворье ветврачи встречают охотно, то на другом могут и вовсе не открыть дверь. Многие до сих пор уверены, что вместо пользы вакцина навредит животным. Хотя за долгое время такой профилактике доказана – прививка абсолютно безопасна. Тем владельцам, которые отказываются от процедуры, грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Юридические лица заплатят больше – от 10 до 20 тысяч. При этом хозяин поголовья все равно должен привить животных. При повторном отказе штраф увеличится. Кто-то людям сказал, что от этих вакцин могут животные, падеж может быть, абортируются. Мы работаем по инструкции. Последний раз вспышка сибирской язвы среди животных в Преамурье произошла в 1978 году. Тогда всех зараженных коров, чтобы локализовать очаг, пустили под нож. Лечить эту инфекцию очень сложно и невыгодно. Это высококонтергиозное заболевание распространяется очень быстро. Очень тяжелое лечение, течение болезни заканчивается летальным исходом. То есть животные массово гибнут. Тяжелые последствия. Факт, что еще сама по себе бактерия очень стойкая, поэтому лечить нельзя. В хозяйстве Екатерины Орловой небольшая отара овец из 20 голов, а еще молочное стадо. От обязательной вакцинации женщина не отказывается. Говорит, лучше бесплатно привить животных, чем потом подсчитывать ущерб. Ну, по крайней мере, сколько мы раскололи, никогда ничего, все было всегда нормально. После каждой вакцинации все у нас хорошо. Никакого не поддержания, ничего не было. Массовая вакцинация животных в области продлится до 24 августа. Особое внимание уделят населенным пунктам Шимановского района, где из-за опаводка с китайской стороны есть угроза распространения сибирской язвы. Ветеринары принимают все меры, чтобы не допустить появления в области этой опасной болезни.